Во-первых, я хочу поблагодарить за эту книгу художника Илью Семина. Здесь он, нет, Илья, обещал? Нет, нет, да. Сначала я думал, как-то ее издать в скобской типографии, но что-то подумал, подумал. Сначала попросил Илью сделать обложку тока, потом в результате общения... А микрофон-то? В результате общения решился, счел правильным, пусть делает, в общем, все. И получилось и дешевле, и интереснее, чем могло бы быть. Так что обращайтесь к нему, если кто хочет книжку свою сделать. Единственный недостаток, может быть, это то, что у него нет более жестких, прочных обложек, это бумага все плотная. Но если аккуратно обращаться с книгой, а это, собственно, ведь такая вещь-то не коммерческая. Сто экземпляров это чисто, вы знаете, так, как сувенир на память. Его надо поставить, и пранечку так, и пусть парит, а осторожно к ней относиться. Поезда и сейчас только так можно относиться. Она никому особо не нужна. Предмет такой коллекционный для любителей. Начинается, открывается вот таким стихотворением этот сборник. Да, и спасибо Свете Каврилу, как же я забыл, которая сделала прекрасную фотографию, которая здесь у меня в конце, в мишечке, нахуй. Спасибо Свете. Есть в листопаде свежесть вешняя, есть в умирании весна. Выходят на подмостки грешники, рабы пленительного сна. И все, что было так мучительно, до отвращения порой, вдруг оказалось поучительной, освобождающей игрой. И легкой грусть тянить искристая, мерцая тянется во след тому, кто так стремился искренне однажды выбраться на свет. И вот он выбрался, как вырвался, сошел со сцены и пропал. Спектакль, стало быть, накрылся. Полнейший, в общем-то, провал. Так хорошо, когда внезапно, это написано в Дверсдоне, в том доме, который сгорел, который тушил мой друг, брат Павел, и погиб. Похраны были буквально на днях. Где-то вот года три-четыре назад, написано. Это такая душина была, куда можно было приехать на несколько дней. Побыть наедине с собой, с природой. Теперь этого места нет. Но оно есть здесь. Так хорошо, когда внезапно, вдруг обнаружишь, ум молчит. Молчащий ум медоточит, и ангелы летят на запах медоточивого ума. Так начинается зима, благословенное молчание. Услышать странно, кот урчит. Кота священное урчанье, безмолвье ум твой растворит. А ты ведь ум и есть, приятель. А тело просто проводник по этим сонным черным гатям. В пучину звезд, где ты возник, как некий светоч, Заблудивший в мирах беспечного отца. Свет, входит свет, как бы не бывший, как бы сгоревший до конца. Пустые зеркала, и тени на стене. Вдруг осознать себя бессмысленную тенью. Я не готов еще к развоплощению. И снова говорю, не подходи ко мне. Картонный человек в живом объеме сна, Где бирюза расплавленная льется, Еще чуть-чуть, и сердце разорвется, И брызнет кровью алая весна. Я слышу звон колоколов, Деревья в лужах по колено, В церквах бубнят молитва слов. И это будет неизменно, Когда кончается февраль, И снег печалой сдымится, И солнце, юное, как всталь, Огнем облизывает лица. Я целую вечность. На старости лет в моей жизни появился балкон, О котором я мечтал жить. Жил на первом этаже. И вот балкон в моей жизни появился. Я целую вечность стоял на балконе, И зяблика слушал с утра до заката, А ночью вступали вовсю соловьи. И был я подобен античной колонне, Которая сном и забвеньем объята, В пропитанном пеньем пространстве любви. И в каменном сердце безликие твари, Под обе им облак клубились в молчанье, Таились бездонные лобосы слов. Миры, не родившись, во мне умирали, И только с вечной свету отчаянье Стояло по воде в объятии снов. Мой последний. Для этого стиха хочу посвятить памяти брата Павла. Мы не были с ним близки, Вот такие вот закадычные друзья, Но поскольку мы с ним близко знакомы, С тех пор, как отец Зинол переехал в Мирожский монастырь, Ему передали в 94-м году, Я тогда ушел из Центра русской культуры Псковского института усовершенственных учителей Для того, чтобы пойти туда разнорабочим. И были такие планы, Что этот монастырь будет преобразован В иконописную школу, Был уже проект, сделанный отцом Зиноном, Оплаченный такой огромный альбом, Он у меня дома сейчас находится, Это грандиозное, там было бы, значит, Грандиозное, архитектурное, Такое красивое, очень, Вписывающее сооружение, С кериями, с мастерскими. Вот, я думал, что я, наконец, В 40 лет нашел покой, Так сказать, своему сердцу, И останусь там до конца своей жизни, Но не сложилось и в 96-м году архиепископ, Тогда, Киримитрополит, Евсений, в общем, выгнал всех зимой и на мороз, За то, что разрешили католикам послужить Мессу в Серафимовском храме. И вот тогда я познакомился с братом Павлом, Который тогда, Вместе с Ассом Зеноном, Прибыл и испечел. Его тогда только-только отец Зенон Постриг в монахе. Это был 94-й год. Сейчас, значит, у нас... 23 года. 23 года. То есть, а поскольку там работал, Потом я ездил к отцу Зенону Долгое время, Тоже там работал. В общем, мы с ним Ели из одной тарелки, Можно сказать, Спали рядом Достаточно долгое время. И мы как бы проросли, По крайней мере, я тогда Его очень хорошо чувствовал, Хотя он часто сторонился, Замыкался там и так далее. Но в моем сердце Как бы образовалась пустота, Когда он ушел Таким трагическим образом. И почему еще и стихотворение ему? Потому что он Мечтал по жизни Заниматься ландшафтным дизайном. Он там так прекрасно Обустроил эту территорию. Вот он ушел, А там остались деревья, Которые он сажал, Тубы, пикты. Вот он очень их любил. И вот этот стих, Который сейчас прочитаю, Он тоже о деревьях. Хорошо, брат Павел, Это я с памятью о тебе. Живая береза Качает кудрями, Зеленые пряди Струятся у глаз. Деревья Вы станете поводырями В миры абсолюта В назначенный час. Сестрица береза Протянет мне руку И клен пятипалый Мой названный брат Красна. Красна. Ох, красна эта жизнь Оказалась, Да вот и положен Ей тоже предел. В предвечное небо, Врастая глазами, Все души летят, Отрешаясь от тел И души дерев, Заключив их в объятья, Хранят их от бесов Воздушных зело. О, ангелы наши, Зеленые братья, О, как же в присутствии Вашем светло, Цветущим же с мином, Цветущей сиренью, Я сыт, словно Бога Отважился съесть, Избранники солнца И чадо смиренья, Лишь видеть вас рядом Великая честь, Живая береза Качает кудрями Зеленые пряди Струятся у глаз Деревья Вы станете поводырями В миры абсолюта В назначенный час И вот тут как раз То, что Володя говорил Напряжение между Миром абсолюта И миром этим Он прав абсолютно Тяжело было его так долго слушать Но он очень хорошо, Грамотно Вскрыл, так сказать, Сердцевину, может быть, Моего вектора Поэзия И вот здесь В самом деле Мир абсолюта И березы Видите, они рядом В конце концов В мистическом богословии Всех Светлых школ Религиозных От запада до востока Открывается истина Что Мир Земли Живой Наш мир И мир абсолюта Это является не две А какие-то части Разные Две реальности Это одна Реальность Вот Но это Просто Не дано нам Увидеть Сразу Может быть Мудрецы Этим нас и привлекают И святые Что когда мы к ним приходим Мы видим в них Это сияние Абсолютно Вот как я с отцом Николаем Когда встречался Он вот стоял Я к нему подхожу Взял благословение Вокруг него такой Ореол света Нетварного Это я один раз в жизни Такое видел И вот он стоит Рядом своей церкви Что-то смотрит В них бедный Говорит Я говорю Куда вы смотрите Батюшка А у него там Под ногами Знаете такие Большие осенние Осенние мухи Такие Не такие Противные Такие Серые Такие Безобидные Но здоровые Такие И они там Ползают Уже в холоде Уже такие И вот как смотрят На них Бедные Как же вам Это самое Зимовать Это самое Я понимаю Что он говорит На полном Совершенно серьезе Вот Ну потом Это было В 89 году Прошло много Времени У меня Такого Видения Нету До сих пор Но вот у него Оно было У меня Только иногда Может прорывается В стихотворениях Как некий Такой Мечта Такая Ну может Я надеюсь Что как сказал Господь Где будет Сокровище Ваше Там и сердце Будет ваше Вот поэтому Очень важно Мне кажется В жизни Для всех Нас Помещать Это сокровище В тот мир Куда мы Хотели Попасть И я Прошу Господа Чтобы с каждым Здесь Присутствующим Именно это И произошло Чтобы сокровища Наши Оказались В светлых местах Спасибо Спасибо Аплодисменты Аплодисменты